Дух Святой от Сына Божия Мы хулим Сына, мы автоматически хулим Духа Святого Почему к Духу Святому такое трепетное отношение Почему Сына Божия мы еще можем похулить Ну в кавычках конечно это опасно очень Но даже Сын Божий всегда прощает Потому что живя по десяти заповедям Божьим Мы можем ошибиться и Сына Божия не принять Например сотник, ведь он прободил ребро Но ведь апостолы они отреклись от Господа Один только предатель Иуда был Но им всем прощено было И тем кто распинал руки прободал ему Гвозди же пробивали руками А воины которые издевались Одевали терновый венец били по голове И плетьми били И все кто принес покаяние все прощены А вот те кто хулил Духа Святого Например патриарх Македоний А он говорил что Дух Святой есть творение И что церковь анафиматствовала его А что Варлам Каламбрийский приехал на Афон Это уже период святителя Григория Паламы И говорил что Духа Святого вы не стяжаете Дух Святой это энергия И вообще вы неправильно делаете И по сути сказал что они бездельники Ну они бессмысленно здесь живут на Афоне То есть он отверг стяжание Духа Святого О чем говорил Серафим Саровский И соответственно Дух Святой дает нам жизнь Одно и то же можно конечно воду и парить Можно в воде стирать И все нам вода прощает А вот если говорить что воды нет И водой не пользоваться Это смерть То есть по сути это констатация факта Мы действительно грешим Где-то согрешаем Но ведь человек разбойник Он же покаялся в своем разбойнике Он признал что Сын Божий И через него получил Духа Святого То есть если мы живем по десяти заповедям Божьим И по неведению своему Ну например мусульмане Будут хулить на Христа Им Господь простит Но если мы христиане Начинаем говорить Что у нас Христос ошибся И Евангелие начинаем переписывать Оно написано в Духе Святом И начинаем встречать антихриста Называя себя христианами То есть можно простить волка Который съел там что-то Лесу которая Но когда волк переоделся в одежды Когда он Когда леса переоделась в одежде И специально зная Подковала голос Вот этим лицемером и ехидном Прощение уже немысленно Потому что они паразитируют на благодати Вот дьявол В отличие от нас Он знает прекрасно все богословие И он отверг Духа Святаго Он паразитирует на наших страстях Вот это и есть проклятие Не проститься ему ни в этой жизни Ни в будущей Он уже отверг Дух Святой На дерево доброго и лукавого Стал паразитировать на человеческом естестве То есть можно сказать Что действие Духа Святаго Это особая благодатная сила Это одно и то же Что отвергнуть себе кровь И сказать что кровь не нужна Можно резаться Можно себе руку сломать Можно еще что-нибудь Но чтобы сказать что во мне крови нет И хочу жить без крови Дух Святой он оживотворяет Это очень конечно тонкий вопрос Но смысл что тот человек Который зная православие Изучив святых отцов И зная христианство Начинает искажать его Ради денег Ради выгоды Как это делали саддуки и фарисеи И законники против Христа Только против Духа Святаго Это не простится ни в этой жизни Ни в будущем Потому что человек отверг смысл Человеческой жизни вообще Господь да помилует нас От этого духовного закабаления От этой прелести И последнее приведу пример Чтобы более было понятно Один протестант ходил К миссионеру И целый год они беседовали О Духе Святом Обеседовали о Сыне Божьем О Боге Отце И он сказал Да ваша вера правая Вера православная Вот И тогда он говорит ему Так принимай Духа Святаго Принимай крещение Принимай миропомазание Ты пастор Но ты говорил неправильно Ты говорил по гордыне Поискаженно Он говорит нет я не могу Я признаю полностью православие Я признаю что вера Ваша правая Но я потеряю машину Потеряю вольготы Моих детей выгонят со школы Потому что на западе учатся Моя жена меня бросит И я останусь никому не нужный Бездомный бомжом А поэтому я этого боюсь Поэтому я буду проповедовать по протестантски А в душе я буду видеть по православному Вот это и есть хула на Духа Святаго Ты познал истину И все равно ты ее не хочешь Ведь неужели Наше высшестоящее руководство Не знают учения догматики Они как раз хвалятся Что они знают догматику Они хвалятся Что они знают каноны И их же тут же искажают Серафима Соболева Канонизировали В 16 году 2 числа Через 10 дней Едут католиков А Серафим Соболев Он просто Очень серьезно Католиков Раскрывал их суть Их подноготную Или Папа Римский Например Путин приехал к нему И сказал Папа Римский Достоевского читает Ну неужели он Если он читает По настоящему Неужели он там Не прочитал Про инквизитора Там Достоевский Просто Раскрывает Суть Всего католицизма Они и Марка Ефескова Чествуют Они и Максима Исповедника Чествуют А однако Ничего не делают Что они говорили Ни Марк Ефеский Ни Максим Исповедник Ни другие То есть Это и есть Здесь приспособиться Знать истину И сидеть На всякий случай На стульях То есть Это Как Один человек сказал Я и в православную Храм буду ходить И Католикам Католики мне обещают Рай на земле А к православным Они обещают Рай на небе Поэтому я и туда и сюда Буду Туда и сюда Вот это вот Лицемерие Ехидство Как раз Господь и говорит Что те кто Лицемерит И ехидничает Те кто проводит Экуменизм Будучи православным И зная догматику Они себе готовят Вечное мучение Не страшен тот человек Который пробивал Руки Господу А страшны те саддуки Которые кричали И научали народ Кровь его на нас И наших детях Разбойник Или тот человек Который Он один гвоздь прибил Ну два Ну четыре А эти Саддукии Они миллионы людей Евреев Загнали потом В 70-м году В Иерусалим А их римляне Уничтожили Загнали Интеллектуально В безумии своем А римляне Были По пущениям Божьим Что все Этих евреев А их по счету Было От 600 тысяч До двух миллионов Говорят Все их перебили Ни одного Почти живых Не осталось Кроме этих же Саддукии Фарисеев Которые убежали А потом устроили Хазахский каганат А сейчас мировое правительство Это и есть Хулана Духа Святаго Зная истину Акиба Переписывал Священное Писание Ветхого Завета И именно Пророческие места Где указывали О Христе Он специально По внушению Сатаны Переписывал У них Акиба Это и есть По сути Как предверщик Предверие Антихриста Вот она Откуда Кабала Она создавалась И Талмуд Создавался В ненависти Ко Христу Это и есть Хулана Духа Святаго Что страшнее Убить человека Или написать Роман развратный Страшнее Написать Роман развратный Ты миллионы людей Что страшнее Человека Посадить в тюрьму И там что-то Сделать с ним Или Миллионам Людей Чипы поставить Я же их не убиваю Нет Работает одна женщина Вот Она не прихожанка Наша Она Вот Ну просто По старой В памяти Звонит Говорит Я работаю В Собираю Биоданные Батюшка Как мне Спастись Биоданные Я собираю Как мне Детей своих Воспитывать Ну пробуйте Вот как ей ответить Она значит Хочет воспитать Детей И тысячи детей Забиометризировать И счастье Обеспечить Своему ребенку Скорее всего И своему ребенку Биометрию Но это все равно Можно сказать По невидению Но вот Именно в духовном состоянии Человек знает Вот когда Начало рассказывать А что же мне делать А как же у меня Увольняться А мне же это Если она там останется Это будет Хула на Духа Святаго А если она уйдет Даже будет Останется и ребенок И так далее Она действительно Да Может она сказать А что что за Христос Господь тебе простит Но если она оставит работу Это уже не будет Хулой на Духа Святаго Вот Что это у вас Христос Такой жесткий Почему он не разрешает Биометрию Почему так все жестко Господь ей простит А если она скажет Я была Буду И так далее Вот это и есть Хулой на Духа Святаго Когда человек Это на состояние порока Например Человек страстный Он курит Он приходит к исповеди И говорит Батюшка Я вот курю Не могу бросить Помолитесь за меня Я самый последний Вот такой паровоз Вот Прости меня Господи Вот Ну Господи Помоги ему Ну причащайся Укрепляйся А человек приходит И говорит Я курил Курю И буду курить И я других Буду соблазнять Вот это и есть Хулана Духа Святаго Порок Это утверждение В той страсти Это проповедь Страсти Это закабаление Это работа Это уже посредничество Иуда был посредником Сатаны На коленках у него И все еретики Которые были христианами Македонии Нестории Арии Ведь почти все Патриархами были Очень умными Монофизиты Монофилиты И епископы И так далее Они как раз и хулили Духа Святаго Поэтому церковь и говорит Анафема проклятия А проклятие Это само проклятие Когда человек сам себя прокляет Толстой Он сам себя проклял Он символ веры Полностью отбросил Единственное верил Понтии Пилата Мы с вами говорили То есть символ веры Верить в Понтии Пилата Не верить во Христа Это точно хула На Духа Святаго Поэтому церковь констатировала О тех людях Которые хулят Духа Святаго Зная истину Проклят Анафема 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 Поэтому мы просим Господи Не зная истину И идя к ней Мы не должны сидеть На двух стульях О чем мы просим О Матери Божией Память Которую Через Смоленскую Чтобы она Прямо вместе с Господом Смотрела на нас Чтобы поддерживала И укрепляла Идущих ко Христу Совершающих грехи Но против Христа Распинающих Христа Своими грехами мы распинаем Но все-таки мы стремимся к истине И просим у Господа Прости, что мы грешим Нашей слабенькой волей Умом и чувством А благодатствуй нашу гармонию Ума, чувства и волю Чтобы мы были едины с Тобою А Ты в нас Аминь Субтитры создавал DimaTorzok